Дорогие друзья, сегодня мы находимся в недельной главе Ваишев. На самом деле это прошлая глава, прошлое толкование, но тема настолько важна, что я хотел поднять несколько серьезных уроков и поговорить. Надеюсь, будет полезно для всех. Я забыл сказать, Оазис Медиа, наш мессианский сайт, всегда рад вам. И будьте с нами, подписывайтесь, участвуйте в наших передачах, присылайте нам ваши комментарии, ваши пожелания. Всегда приятно слышать. Мы сейчас проходим процесс модернизации, надеемся, что это будет здорово. Ваишев, и 37 глава Бытия, и Яков поселился в Ханане, в стране, где прежде жил его отец. Прежде чем я начну толковать или разбирать несколько уроков, которые я хотел поднять здесь, история Иосифа, такая знаменательная драма на самом деле, Я хотел сказать, что в еврейской традиции существует концепт, который появился давно, и это концепт ожидания Машиаха, Мессии и Избавителя. В еврейской традиции к Мессии подходят с двух сторон, и очень часто, если вы читаете какие-то еврейские источники, говорится о двух мессиях. Машиах, бен Давид, сын Давида, и Машиах, бен Йосеф, сын Иосифа. Или даже точнее, сначала идет бен Йосеф, а потом бен Давид. То есть, один подобен Иосифу, страдающий мессия, а второй подобный Давиду, который придет и восядет на престоле, чтобы руководить, побеждать, завоевывать, отбиваться от врагов, устанавливать царство. На самом деле, это недельная глава Ваишев как раз и говорит на эту тему. Но вначале я хотел разобрать одну темку, которая тоже к этому подходит, чтобы лучше понимать, почему именно возникла вот эта идея двух мессий. Когда-то я уже разбирал эту тему более объемно, но сейчас просто напомню, будет полезно все равно. Существует еще одно выражение в иврите пидион и геула. Пидион от слова поде или задаток. Когда ты приходишь в магазин, тебе понравилась какая-то вещь, но у тебя нет всей суммы денег, и ты оставляешь какую-то сумму, там, допустим, 200 рублей, 200 долларов, 200 шекелей, она стоит там тысячи. И говоришь, я через неделю, через две или через три дня приду и доплачу все остальное. Через несколько дней ты приходишь, ты уже в своем сердце готов, все нормально, деньги собрал, отдал и забрал эту вещь. Так вот, задаток пидион на иврите. А вот когда ты забираешь все, вот дело совершилось. Знаете, эта идея, задатка и завершение очень актуальна в еврейской истории. И, наверное, она берет свое начало и очень красиво описано в пасхальной истории. Помните все пасхальную историю народ израильский в Египте? Под страшным давлением взывает, Бог посылает Моисея, 10 казней. Перед 10 казнью Господь говорит Израилю, вы заколите ягненка, помажете косяки дверей кровью ягненка. И ангел, губитель, проходя, вас пощадит, если увидит на косяках дверей кровь, ваших первенцев пощадит. А если вы помните, всякий раз, когда Моше приходил к фараону, вещь, которую он требовал у фараона, отпусти мой народ. Народ хочет совершить Господу служение, выйдя из Египта, принести жертвоприношение пред Господом Богом уже в другом месте, в другом состоянии. Мы хотим поклониться Господу Богу. Смотрите, как раз вот это вот задаток и выкуп, полноценный выкуп, или педион и геула. Педион это задаток, а геула выкуп, искупление. Как раз совершились вот как раз в этой пасхальной истории. Ягнят закололи, как бы задаток заплатили за себя, за своих первенцев. Но когда народ израильский вышел и уже принес перед Господом жертвы, и Господь Бог объявил, сейчас ты, Амховши, ты сейчас, мой народ, избавленный, свободный, освобожденный, совершается геула. Вы знаете, в приходе Иешуа присутствуют как раз эти два момента. Две тысячи лет назад, когда он пришел, он по сути заплатил за нас педион, задаток. И Господь подтвердил это, дав нам в задаток Святой Дух. Конечно, тогда уже было произведено полное искупление, но внутри нас педион, оставленный, это Дух Святой. И в посланиях апостола Павла эта тема очень здорово открывается. Иешуа пришел, как ягненок пасхальный, и заплатил за нас цену, но полное искупление. То, о чем написано в Римлянах в 8 главе, мы станем народом свободным. Там, где написано, все творение воздыхает Господу Богу и ожидает искупления, восстановления, избавления, когда совершится геула. Так вот, первому явлению Иешуа очень соответствует вот это выражение, мессия, сын Иосифа, который пришел в страданиях. Потому что жизнь Иосифа, мы сейчас через момент рассмотрим ее, она была отягчена страданиями. А когда Иешуа придет во второй раз и избавит нас, он будет как Бен Давид. Машиах Бен Давид, который придет, воссядет на престоле Давида царском, воинственном, когда враги отпрянут назад, совершится геула. На самом деле, именно такой подход поясняет или отвечает на вопрос некоторых ортодоксальных иудеев, которые говорят, если вы действительно уверены, что Иешуа Машиах, то почему в мире до сегодняшнего дня существует столько болезней, столько бед, столько войн, столько несчастий. Если он мессия, он же должен принести совершенный мир. Ведь мы верим именно в такого мессию. Именно вот этот принцип, педеон, геула, задаток и выкуп. Или Машиах Бен Давид, Машиах Бен Йосеф, как раз отвечает на этот вопрос. Вначале пришел, как Бен Йосеф, в подобии Иосифа, страдал за своих ближних. А потом придет, как Гоэль, избавитель, который, подобно израильскому народу, в пустыне, оставит наедине с собою и скажет, я ваш Господь, а вместе со мною давайте станем перед Творцом миров, давайте воздадим ему славу и честь, потому что сейчас искупление ваше. Вот совершится геула. И там будет, разумеется, не только один Израиль, но всякий прилепившийся к нему через Ешуа, как написано, веселись, Израиль, и с тобою прилепившиеся к тебе люди. Написано в Ефесянах, через него вы, бывшие, далеко стали близки. И много других мест подтверждают вот это вот величайшее, славное избавление. В откровении на эту тему очень много говорится, когда говорится, и видел я реки народов, мириады народов с разных племен, с разных языков, которые торжествуют перед Богом. Там на Голгофе был задаток, Пидеон. И Ешуа был, как Бен Йосеф. Когда совершится вот это полное восстановление, эта картина изменения, когда он воссядет на царском престоле, вернется в славе, совершится геула. И мы увидим его, как мессию сына Давида, побеждающего. В ортодоксальном иудаизме это два разных человека. Но по Новому Завету, по пророчествам, по Писаниям, мы видим, что все сводится к одной личности, которая дважды должна прийти. И, кстати, вот это дважды прийти, совершенно не чуждо еврейской природе и еврейскому пониманию священных писаний. Также про Илью говорят. Раз пришел, второй раз ожидают его. Так если Илья должен прийти второй раз, ему даже во время пасхальной церемонии ставят специальный стул, специальную посуду, то Машиах, Избавитель, тоже может прийти дважды. Об этом мы читаем в Новом Завете. И об этом мы сейчас немножко изучим из священных писаний. Итак, все это было предисловие. И урок первый про образы. Про образы. Когда мы читаем 37-ю, 39-ю, не 38-ю. Про 38-ю главу Бытия поговорим позднее. 40-ю и 41-ю. Мы видим интересную... 42-ю главу. Мы видим интересную историю, простите, которую разворачивает перед нами священное писание. В начале оно как бы говорит так немножко... И Иаков поселился в Харане. Вот поселился на иврите Ваишев, сел. Дает нам как бы подумать, вот как бы спокойствие какое-то. На самом деле здесь такая драма. И здесь начинается про Иосифа рассказ. Иосиф, любимый сын, особенные одежды ему отец дал. Он был очень даровитый человек. Говорил пророческие сны. Наверное, у него еще не было опыта. Не было достаточно опыта. И он сказал их очень резко. Возможно, это возбудило зависть братьев. Мы видим, куда попадает Иосиф. Но вся эта история напомнена прообразами. Все, что случилось с Иосифом, случилось потом с Иешуа Мессией. Машехом Бен Юсеф. Давайте просто пробежимся. Я не буду даже места писания указывать. Ну, буду. Любимый сын. 37 глава, 3 стих. Ему позавидовали братья. 4 стих. Написано, что он был особенно даровитым. Я уже говорил на это. 5 стих. Его братья предали. Продали за деньги. То есть, они не убили его, но продали его и шмейлитам. И те потом перепродали его египтянам. И мы видим Иосифа в узах. Сначала в доме Патифара, искушаемого женой Патифара. Различными обстоятельствами. А потом в тюрьме. Он находится в ограниченных свободах. И вдруг все изменяется. Он поставлен на величайший престол. И только фараон выше его. Этот прообраз в совершенстве случился с Иешуа. Любимый сын небесного отца. Ему завидовали многие лидеры страны. И по сути, все то, что случилось с Иешук, включая нечестивый суд, который происходил в доме Анны Каиафы. Это все зависть. Подобно зависти братьев. Он продан за деньги. То есть Иуда предает его за деньги. В случае с Иосифом его не убивают, но кидают в яму, которая символизирует смерть. И по сути, вначале хотели убить его. Что Иешуа предают на смерть. Он проходит все это с невероятным терпением. До конца, проходя поприще. И написано, за претерпение смерти сей удостоен величайшей почести. Из грязи в князи он посажен по правую руку Творца. Восев по правую руку Творца, он становится властелином. В Псалме 8 сказано, о человек, что ты думаешь, Господь, о человеке? Немного умолил его ты пред собою. То есть Псалом 8 говорит, что человек, по сути, был сотворен немного умоленным пред Творцом, превыше всех других творений. Мы этого, разумеется, не видим в нашей повседневной жизни. И даже в Писаниях мы видим силу ангелов, превозносящуюся над силой людей. Но Иешуа в Ефесянах написано, воссел превыше всякого престола. Как раз то, о чем Псалом 8 говорит, только престолом Богу Отцу. Он ниже этого престола. А все остальное положено под его ноги. Точно как случается с Иешуа. Есть еще одна параллель. Про нее мы поговорим чуть позднее. Я назвал ее «Тайна трех букв Юд». Но чуть-чуть позднее об этом. А сейчас я хочу оторваться на интересное вкрапление. Логика нам подсказывает, что 37 по 42 и так далее главы должен быть прямой текст, который говорит про Иосифа. От его уничижения к его славе и примирению с братьями. Но почему-то Священные Писания вставляют сразу после 37 главы, там где братья продают Иосифа, вдруг начинается одна глава про Иуду. Логически, ну хорошо было бы это сделать после всех этих глав. Вы знаете, вот это вот вкрапление как раз и подтверждает интересную идею. Мессия бен Иосифа и мессия бен Давид. А Давид он из колена Иуды. И вот здесь в 38 главе как раз разворачивается еще одна драма. Мы начинаем читать. В ту пору Иуда, оставив братьев, поселился рядом с одним Адуламитом по имени Хира. Там ему предложилась дочь некого Шуа, Хананея. Иуда уходит от своей семьи. По всей видимости, совесть его замучила. Он был сильнейшим среди братьев. И по всей видимости, вся та грязная тема с Иосифом, он там был замешан. Не удержался в святости, не удержался в рассудке. И попустил этим мыслям братьев, давайте избавимся от одного из нас. А он был старшим и, наверное, не мог просто свободно смотреть на своего отца. В какой-то момент времени он собирается и уходит. И он отделяется от братьев, начинает заниматься бизнесом с людьми там в округе и женится на Хананьянке. Это вообще было не в еврейской традиции, жениться на Хананеях. Почему? Хананеи были народом крайне испорченным. Уже потом, когда израильский народ выходил из Египта, было повеление от Господа Бога уничтожать всех Хананеев. От мала до велика, потому что их испорченность не поддавалась лечению. Я не буду на эту тему говорить, в каких-то прошлых лекциях я эту тему поднимал. Но здесь мы видим, что Иуда делает вот эту грубейшую, глубочайшую ошибку. И он женится на Хананьянке. Это, наверное, наставление всем нашим детям, сыновьям и дочерям. В Господе Боге выбирайте себе жениха или невесту. Ищите людей достойных, не тех, которые поклоняются идолам или отвлечены от Бога. Понятно, сейчас нету таких, как Хананеи, но все равно много людей, которые просто явные бунтари против Творца. Избегайте с такими жениться. Иуда сделал эту ошибку. Написано, она забеременена его жена и родила ему сына Эра и потом еще одного Анана и Шелу. Еврейская традиция говорит, что Эр это имя ивритское. То есть Иуда еще сожалеет и пытается вот свою семитскую линию проводить Эра, в смысле Лаир, пробуждаться, бодрый. Но Анан и Шелу это явно, явно хананейские имена. На каком-то этапе мы читаем, и взял в жены своему первенцу Эру Иуда девушку по имени Тамар. Шестой стих. Тамар. Тамар это от слова Тамарим, финики, финиковая пальма, семитские языки. И комментаторы, ортодоксальные комментаторы, древние комментаторы говорят, по всей видимости, она по происхождению от Шема, Сима или Эвера. То есть линия самого Иуды, Авраама, Ицхака, туда вверх. И Иуда как бы пытается исправить ошибку, он женился не очень. Дети, но хоть во внуках я продолжу ту линию и то призвание, которое Господь дал моим детям. И Господь дал моим предкам. Но написано, Эр был неугоден пред Господом. В чем он был неугоден, мы не знаем. Наверное, хананейская кровь поднялась в нем. Потом Онан. Он изливал семя и умертвил его также Господь. Почему они это делали? По всей видимости, зная призвание Авраама, Ицхака, Якова, Иуды, не хотели, чтобы их потомки, то есть хананейская в них жила больше, восстание против Господа Бога, умертвил их Господь. И вот Тамар остается одна. Тамар с семитскими корнями, то есть с верой, с сильной верой. Она ожидает пока вырастить Шеллу, но она маленький ребенок еще. И она устраивает вот этот развод Иуде. У Иуды умирает жена. Кстати, подумайте на минутку. Иуда потерял жену и двоих своих сыновей. Но горе для человека – это большая беда. Некоторые говорят, это отплатилось ему за все те козни, которые он допустил как ведущий брат, лидер братьев Иосифу. Возможно и так. И вот Тамар пытается приблизиться к самому Иуде, одевается блудницей. И почему-то Писание показывает нам всю вот эту вот грязноватую историю. Вы знаете, конец в этой истории сильный. Все, что там посередине, очень мутно. Но явно, что героиня здесь Тамар, она чувствовала, что у этих людей, Авраам, Ицхак, Иаков, его сыновья, Иуда, есть величайшее призвание, и она невероятными усилиями, обманами пробирается к Иуде. Переспала с ним и зачала. Она хотела восстановить линию. Не дай бог кому-то так поступать. Сегодня ты не отмажешься никогда в жизни. Это грех перед Богом. Но я на минутку хочу показать, что случилось после всего этого. Написано, двое в ней детей было, двое близнецов. И один начал рождаться, ему повязали на руку веревочку. И потом раз его оттолкнул другой, и вышел другой брат. Того назвали Зара, а тот, который прорвался, вышел вперед. Его назвали на русском языке фарес, на иврите перец. Перец от слова парац, разрывать, прорываться. Он прорвался. Ему не давали пройти, но он оттолкнул претендента и прорвался наружу. Это качество в еврейской традиции Машеха. И Тамар родила переца. Если мы читаем родословие Иешуа в первой главе книги Матфея, то мы видим там перец в родословии Иешуа, как его пра-пра-пра-прообраз. Бен Иуда, бен перец. То есть Машех прорывается, несмотря ни на что. А теперь на минутку послушайте. История Иосифа, который страдает, но призван к лидерству братьев. И вдруг сын Иуды, который тоже Машех. Машех бен Иосиф, Машех бен Давид, или бен Иуда, бен Давид, бен Перец. Об этом говорит Священное Писание. Само Священное Писание показывает нам, что будет часть страдания, которая потом заменится прорывом. Господи Иешуа, совершилось и то, и другое. Полноту прорыва переца мы еще увидим. Это перед нами. Только нужно терпеливо ждать. Редактор субтитров А.Семкин